Здравствуйте, уважаемые зрители видеокоманды «Понета дзюдо». И снова мы тут собрались, снова нашей дружной компанией. Я только носильщик. Нашей компанией, которая была в туре по югу России. И сегодня мы с нашим экскурсоводом Ольгой, которая нас встречала в селе Слобода, и где мы снимали репортаж на Хреновском конозаводе, я рассказывал о нем. Сегодня мы на Московском центральном ипподроме. И мы будем здесь знакомиться с лошадями, которые выведены и выросли на Хреновском конозаводе. И здесь находятся сейчас те жеребцы и лошади, которые принадлежат к породе Орловский рысак. Так, вот мы идем. Наша компания, это те, кто принимал участие в туре по югу России. София, Лиза. Ром, Ром, это Лиза, это все юг. Мы идем в водилке, смотри. Кто? Водилки. Водилки. Андрей, Ольга, Влад несет яблоки для лошадей. Вот мы здесь в водилке. И вот такой вот. И сейчас мы будем смотреть. Смотрите, значит, здесь, как Ольга нам сказала, находятся именно те лошади, которые родились с помощью Ольги, при непосредственном участии Ольги. Вот, это, здравствуйте. Здравствуйте, это наш воронежский зеленый. Сергей, мы здесь немножечко снимаем. Сергей, здравствуйте. Звездой сделаем. Ух ты. Здравствуйте, мы стоим на перекрестке, строение 16, продар, строение 28. Угазать, мы не сказали, где? Вот, вы видите, здесь. Нет, продар у нас только указательный. Шестнадцатый. Проходят упряжки небольшие. Да, да, строение 16, строение 28. С лошадьми. Так вот, и мы сейчас посмотрим на тех орловских рысаков, которые сейчас живут в Москве, и которые участвуют в забегах на московском ипподроме, в упряжках. И нам сказали, что мы немножко прокатимся на таких вот упряжках. Вот, наша компания. Довольный Владислав. Довольный. Нет, мы за здоровый образ жизни. Вот это да, мы тоже такие выйдем отсюда. Такими ли чистыми. Нет, вы верхом будете. А, мы будем верхом. Все, поехал на мойку, да? А вот зачем ушки так им делают? Ну, приглашается немножко слышимость, потому что есть линивые, есть резкие. А вот это не натирает им вот это вот поводье вот. Вон с вами нарядные такие. Мы тут встали вообще в движениях. Просто у борцов есть тоже такие шапочки, ушки им закрывают. Чтоб не ломались. Нет, там ничто не ломались, чтобы не слышали. Приглашаются. Там внутри такой силиконовый чехол есть и еще тампоны. И они просто уже, как бы, у них внимание там сконцентрировано на пробежку. То есть ничто не отвлекает их от происходяя, не пугает. Им специально делают набега вот эти тампоны выдергивающиеся. То есть у наездника такая веревочка, когда протянутую шампунь, он дергает резкий такой звук, и они побежали на финише. То есть такая стимуляция идет. Вот это интересно даже. Вот это, наверное, наш человек. Ух ты. Это казах, скорее всего. Нет, это казах. Или киргиз. Казах точно. Вся неделя бьена. От имени приходят... Нет, не похожа. У тебя по имени такое. Как подходит ему имя? Какое имя? Эльбрус. Наш руководитель сегодняшнего прохода на московском подроби, человек по имени Эльбрус. Бруто. Вот. Мы будем практически сделать восхождение на Эльбрус. Спасибо. Типа 20 человек. Какой такой Эльбрус? А Казбек? Когда будет? А Казбек? А Казбек? Нет Казбека? Он будет. Сегодня только Эльбрусы. Вот. Смотрите. Какие. Так. Ну все. Мы заканчиваем пока маленький репортаж. И уже включимся во второй части. Во второй части, когда начнем непосредственно смотреть на лошадей. Продолжение следует.